Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы продолжаем курс лекции по предмету социологии-политологии. И сегодня, вашему вниманию, я предлагаю лекцию номер 14 под названием «Политические партии, партийные системы и общественно-политические движения». План сегодняшней лекции состоит из четырех вопросов. Первый вопрос. Партия как политический институт. Второй вопрос. Функции политических партий. Третий вопрос. Понятия и типы партийных систем. Четвертый вопрос. Общественные организации и движения. Итак, начнем изучать первый вопрос. Партия как политический институт. Ну, вообще, в политической системе общества большую роль занимают объединения граждан. Это могут быть политические партии, профсоюзные, молодежные, женские организации, массовые движения, ассоциации, какие-либо фонды, союзы. То есть, все, что я перечислил, непосредственно имеет тесную связь с правом граждан на объединение. И это является фундаментальным правом человека и гражданина. Таким образом, реализуется право на свободный и самостоятельный выбор граждан любых форм негосударственной деятельности. Ну, давайте выясним, откуда же берет свои истоки политические партии. Вообще, сам термин партия происходит от латинского partis, что означает часть чего-то целого, сторону какого-либо явления или процесса. Но это понятие вообще в древности, в древнем мире, использовалось для обозначения групп политических союзников, стремящихся к общей цели. Конечно, непосредственно уже формирование партии, партийных систем уже в современном смысле мы находим в эпохе буржуазных революций, когда начинает зарождаться парламентаризм. Ну и, безусловно, такой ярким примером формирования партии это была Великобритания. В этой стране были такие первые партийные, аристократические, можно сказать, группировки, как Виги и Тори, которые еще со второй половины XVII века стали проводить свою деятельность. Ну, со временем они трансформировались и уже в наше время это вот лейбористы в Англии, Великобритании и консерваторы. Вот. Далее такая страна, как США. Ну, там две такие были знаменитые партии, это федералисты и антифедералисты, которые выступали за единую страну, либо за отделение отдельных частей. Также можно упомянуть Францию, времен Великой Французской революции. Там были такие группировки, как якобинцы, жерандисты и другие. Ну, конечно, качественные изменения партий происходят уже у нас в XIX веке, когда уже буржуазные партии начинают свою активную деятельность. Ну, в то же время вот этот буржуазный строй, он дает определенные кризисные моменты, поэтому возникают уже и рабочие движения различные, вот, революционно-реформистские, да? Вот. Ну, и как результат, вы знаете, ну, например, в России Великой Октябрьской революции, это вот как результат был мощного рабочего движения, который еще зародился в Германии. Ну, также можно сказать о том, что каковы основные отличительные признаки политической партии. Давайте выясним. Итак, первое – это связь партии с определенным классом, то есть это наличие социальной базы. Второе, можно сказать, это обладание определенной программной деятельностью. Программа деятельности, точнее. То есть у каждой партии есть своя программа, то есть план, по которому они будут действовать, да? Вот. Далее, третье – это наличие формализованной организационной структуры. То есть это членство, партийный аппарат. И последнее – это установка на достижение политической власти. То есть важная цель, самая главная цель политической партии – это приход к власти и обладание ею в дальнейшем. Теперь давайте выясним, что же из себя представляют типы партий. Ну, вообще, тип партий – это понятие, отражающее наиболее существенные признаки определенной группы политических партий. Ну, обычно приводят несколько классификаций политических партий. Ну, например, с точки зрения их идейно-политической ориентации выделяют такие партии, как коммунистическая, социал-демократическая, либеральная, консервативная. Если мы с точки зрения отношения к существующему порядку, то партии бывают революционные, реакционные, консервативные. Если мы говорим по месту в системе государственной власти, то партии у нас бывают правящие и оппозиционные. По условиям деятельности партии могут быть легальные, нелегальные, полулегальные. Ну, и в соответствии с характером членства партии могут быть кадровые и массовые. Например, ярким примером кадровой партии в США – это современные республиканские и демократические партии. Массовые – это, например, в Советском Союзе компартия была Советского Союза. Теперь давайте перейдем плавно к третьему вопросу – это функции политических партий. Итак, первая функция – это представительство социальных интересов. То есть, какая-либо партия защищает какой-то класс, какую-то прослойку, какой-то слой населения. Вторая функция – это выработка программных установок политической линии партии. То есть, партия показывает, на что она нацелена, какие методы используют. Третья функция – это формирование общественного мнения. Также это политическое образование и политическая социализация. То есть, в ходе деятельности какой-либо политической партии люди смотрят и соотносят свои взгляды, насколько эта партия приемлема для них. Если она приемлема, отвечает их запросам, то люди отдают ей предпочтение, могут участвовать в дальнейшем в ее работе. Далее, функция партии – участие в борьбе за власть, в ее осуществлении, в формировании политической системы общества. Я уже об этом частично говорил, что это означает. Ну и, конечно же, последняя функция – это подготовка и выдвижение кадров. В каждой партии есть свои лидеры, свои активисты, которые в дальнейшем могут стать министрами, чиновниками крупными, вплоть до руководителя страны. Итак, далее переходим к третьему вопросу – это понятия и типы партийных систем. Вообще, понятие «партийная система» представляет собой объединение взаимосвязанных между собой партий, стремящихся к получению, удержанию и осуществлению власти. Но характер и особенности партийной системы той или иной страны обусловлены такими факторами, как Первое – это расстановка социально-классовых сил. Второе – это степень зрелости общества. Третье – это уровнем политического сознания и культуры. Четвертое – историческими традициями и национальным составом. И, наконец, пятое – это религиозной ситуацией. Теперь давайте выясним, какие бывают непосредственно типы политических систем. Первое – это, конечно, многопартийная система. Уже само слово за себя говорит. Это наличие нескольких политических партий, которые соревнуются между собой в борьбе за власть. Это обеспечивает полное представительство различных интересов, различных социальных групп. Между ними происходит состязательность. Также периодически происходит обновление политической элиты. В контексте многопартийной системы могут формироваться партийные коалиции. Партийная коалиция – это объединение или союз политических партий для достижения каких-то общих политических целей на основе консенсуса, компромисса и баланса интересов. То есть различные партии могут в некий такой союз войти. Также бывает такое понятие, как блоковая многопартийность. Здесь на политической арене действует несколько партийных партий, политических партий, объединившихся в два или более крупных политических блоков. То есть таким образом происходит консолидация политических сил. Также есть двухпартийная система. Ну, таким классическим примером можно привести такие страны, как США, республиканцы-демократы, да, и Великобритания. Это консерваторы и лейбористы. Также такая страна, как Германия. Там такие партии, как СДПГ, ХДС, ХСС. Также свободная демократическая партия, да. Ну и, конечно же, такое явление, как однопартийная система. Также слово само за себя говорит, когда в политической системе происходит наличие только одной партии. И, соответственно, зачастую нет никакой политической конкуренции и оппозиции. То есть вот эта правящая партия, она не допустит вокруг себя каких-то конкурентов, какую-то критику в отношении себя, да. Ну, такими яркими примерами можно привести это авторитарные и тоталитарные режимы. Например, однопартийная система существовала в Советском Союзе, в странах соцлагеря, это Восточная Европа, тоже однопартийная система. Вот. Ну и, конечно же, при тоталитаризме, когда существует однопартийная система, другие партии могут быть распущены или вообще запрещены. Зачастую так происходит. Ну, конечно же, когда распался Советский Союз, страны уже СНГ, у них уже многопартийная система стала практиковаться. Итак, переходим к четвертому вопросу. Это общественные организации и движения. Вообще, общественные организации и движения, они наряду с партиями проводят свою политическую деятельность, но они отличаются от политических партий. Давайте я вам обозначу содержание самого понятия общественной организации. Итак, общественная организация – это добровольное объединение граждан на основе общности интересов, имеющие относительно устойчивую организационную структуру снизу доверху и фиксированное индивидуальное или коллективное членство. Но, чтобы более понятно вам было, могу привести пример таких общественных организаций, как, например, профсоюзы, союзы предпринимателей, кооперативные, молодежные, женские, ветеранские организации, творческие союзы, там, союз писателей, композиторов. Это разнообразные технические какие-то союзы, культурно-просветительские союзы и так далее. Вот все, что я вам перечислил, это является элементом гражданского общества. В предыдущей лекции я вам об этом более подробно уже рассказывал. То есть граждане стараются, особенно в демократических странах, быть участниками общественных организаций. То есть общественная организация, она, конечно, ее не главная цель прийти к власти, но она так же, как и политическая партия, она занимается политической деятельностью. То есть преследуют определенные цели, интересы. Общественные организации, они образуются на различной социальной основе. Например, это могут быть антивоенное движение, экологическое, национально-освободительное движение. Во многих странах есть такие движения, например, экологические движения, или они оформляются в партии зеленых, выступают за улучшение экологической среды и так далее. Ну, в целом, можно сказать, что общественные организации и движения играют большую роль. Как я уже сказал, они не ставят цель завоевать власть, но они стремятся выполнять определенные свои задачи в экономической, социальной, культурной сферах. Ну и вкратце функции общественных организаций и движений. Первое – это выявление и удовлетворение интересов и потребностей членов объединения. Второе – это функция социальной интеграции и мобилизации, которая предполагает объединение и организацию членов группы и их сторонников вокруг цели данного формирования. Третье – это функция социализации. То есть участники этих движений приходят, у них формируется активная жизненная позиция, да? Повышается их политическая образованность. Ну и четвертое – это репрезентативная функция или функция представительства и защита интересов своих членов во взаимодействии с другими политическими институтами. Ну и в завершение хотелось бы сказать еще такое, есть важное понятие в системе работ политических партий, как лоббирование. То есть под лоббированием подразумевают любые законные способы влияния или давления на государство с целью защиты особых интересов. Или лоббисты их называют, да? Предположим, какая-то партия лоббирует интересы промышленников, какая-то партия интересы, там, предположим, учителей или еще каких-то слоев населения. Таким образом, тема политической партии и общественно-политических движений достаточно сложная. Политические партии в целом играют большую роль в жизни государства. Именно они определяют, когда партии приходят к власти, они определяют, по какому пути будет развиваться страна. партия может заручиться поддержкой больших слоев. Если партия не оправдывает желание, она может проиграть на выборах. Вот. И так далее. Таким образом, вопросы для закрепления темы. Первое. Что такое избирательная система? И какие вы знаете виды избирательных систем? Второй вопрос. Почему политическая партия является важным политическим институтом? Третий вопрос. Каковы основные функции политических партий? Четвертое. Перечислите и охарактеризуйте типы партийных систем. И пятый вопрос. Последний. Как вы считаете, в чем особенности развития партийной системы в Республике Казахстан? Лекция подошла к концу. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok